В центре Константиновки после капремонта открыли мост. Строители полностью заменили несущие конструкции. Потратили на путепровод более 25 миллионов гривен. В день сдачи объекта наша съемочная группа обнаружила некоторые дефекты. Какие, расскажет Алексей Куделя. На открытие Константиновского путепровода собрались сотни горожан. Реконструкция длилась больше года. Местные таксисты оценили новый мост еще до официального открытия и выдали свое резюме. На 100%. Класс. Этот путепровод – единственная дорога, которая связывает две части города. Пока длился ремонт, людям приходилось ездить в объезд. Если я на ту сторону ехала автобусом 15 минут, то без моста я ехала 45-50. И такси, соответственно, увеличилось в три раза. Мы довольны, что мост хоть в декабре она открывает. Мы думали, лет через пять, через десять откроют, не раньше. Очень важно. Мы живем на этой стороне, чтобы туда приехать. Но это очень тяжело было. Полгода эти, даже больше. Проведем все, посмотрим, как его надолго хватит. Надеемся, что он нормально. Строители говорят, что пользоваться старым путепроводом было опасно. От времени металл прогнил, бетонные опоры разрушились, и они не столько держали мост, сколько просто висели на нем. То, что он не рухнул, называют чудом. В процессе капитального ремонта мы усилили стойки опор, ригеля опор, восстановили защитные слои, разрушенные железобетона. Посредством накладной монолитной железобетонной плиты и дополнительного армирования балок пролетного строения. Мы довели грузоподъемность сооружения до современных норм. Повышенное ограждение и перильное обеспечило безопасность движения автотранспорта и пешеходов. Была выполнена гидроизоляция, новое асфальтобетонное покрытие, опоры и освещение, лестничный сход. На ремонт моста потратили более 25 миллионов гривен. Деньги взяли в основном из государственного и областного бюджетов. Из городской казны выделили миллион на новый асфальт, плитку и фонари. В Константиновке місто всегда достаточно тяжело с бюджетом бывает, но они все равно значили деньги и восстановили. Я думаю, что на черзе и певденный шляхопровод, потому что это их открыли, то их нужно открыть. И я думаю, что спорными с усилиями, разом с громадой Константиновки мы это все сделаем. Гарантия на путепровод 40 лет, но уже во время открытия обнаружился первый брак. Плитка вдоль трамвайных путей начала проваливаться, а на новеньком асфальте появились ямы. Ливневая канализация выведена прямо на пешеходные лестницы под мостом, поэтому прохожие в любой момент могут попасть под холодный душ. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова